По зову души Александра Анатольевна решила принять участие во всероссийской переписи населения в качестве контролера на одном из 45 переписных участков в Одинцове. Для этого она прошла специальное обучение. У нас были обучающие видеоматериалы, которые мы смотрели очень подробно. Все было описано, все сложные ситуации, как работать с плашетами, как работать с населением, как вообще проводится перепись населения. Таких стационарных пунктов в округе 97. Сюда могут прийти все граждане вне зависимости от места регистрации и проживания. Пока этой возможностью чаще пользуются те, кто работает в 6-м Одинцовском лицее. Именно здесь расположен участок. Никаких сложных вопросов. Но если возникают трудности с вводом данных, помощь всегда придет. Связь мы держим с контролерами и с переписчиками других участков. Решаем какие-то сложные вопросы, потому что они периодически возникают. Так что все пока у нас идет хорошо. Определить переписчика или контролера всероссийской переписи населения легко. У каждого есть форма. Брендированный жилет, шарф и обязательно маска. Также удостоверение и планшет. У каждого переписчика свой планшет. У контролера свой планшет. И также есть планшет на стационарном участке, в котором могут переписаться все граждане, которые захотят это сделать. То есть независимо от места проживания. А у переписчиков уже непосредственно забитые дома, которым они принадлежат. И непосредственно в них проводится перепись поквартирно. На каждого переписчика по 300 квартир. Именно столько они должны пройти в рамках проведения всероссийской переписи населения. За полтора-два часа вечерней работы посетить успевают около 30. Где-то проводят перепись, где-то просто вносят в планшет данные о том, что жильцы уже прошли опрос. Либо на переписном участке, либо на портале госуслуг. Кстати, онлайн-вариант заполнения переписных листов встречается чаще всего. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.